Уж если у нас зашел разговор о рисовании правильных n-угольников, то давайте-ка мы сейчас с вами докажем одну очень симпатичную теорему. Для любого положительного числа ε можно правильный n-угольник нарисовать на плоскости так, чтобы каждая вершина отстояла бы от узла решетки, причем от своего узла решетки, не больше, чем на ε. Больше того, абсолютно не важно, что это именно правильный n-угольник. Для любой системы точек на плоскости, оказывается, можно сделать так. Можно в какое-то количество раз увеличить, причем в целый раз, ну сделать гомотетию, так, чтобы точки... Гомотетия не всегда, гомотетия всегда. Гомотетия всегда. Давайте я конкретно напишу утверждение. Значит, даны любые числа. Даны любые числа. x1, x2 и так далее, xn, y1, y2 и так далее, yn. Это числа абсолютно любые. Оказывается, существует такое натуральное число k, для любого положительного числа k, что числа kx1, kx2 и так далее, и так далее, kyn, отстоят от ближайшего целого числа меньше, чем на епсил. И у каждого должно быть своё натуральное число? На самом деле, он его использовал для доказательства теоремы Дерихле о структуре группы единиц в кольце целых алгебраических чисел. Вот это совершенно замечательная, красивая теорема, являющаяся обобщением того, как устроено множество решений уравнения Пелли. На самом деле, уравнение Пелли — это такой частный случай, хотя общий случай очень похож на этот частный случай, но тем не менее. уравнение Пелли — это частный случай вообще кольца целых чисел, какого-то там поля алгебраических чисел. И, соответственно, Дерихле свой принцип Дерихле использовал ровно для этой ситуации. Это уже потом, что называется, дело адаптировали для маленьких, и стали это рассказывать совсем-то все маленькие. Так вот, подсказка. Здесь надо взять и использовать в точности принцип Дерихле. Самое, да, она хоть детская, хоть взрослая, а для этого это одно и то же. Может разделить отрезок от нуля до единицы на 2 части? Ну, разделили дальше. Ну, смотреть, сколько их тут, ну, там, не знаю, что здесь вот. Идея разделить отрезок на много маленьких частей, единичный отрезок, очень разумная. Оказывается, можно подобрать такое число К, что все эти числа станут почти целыми. Умножили, и, скажем, все они там отличаются от целого числа меньше, чем на одну тысячу. Бах! Такая задача о совместных приближениях. Слушайте, интересно, а для одного числа вы это умеете решать? Для случаев, когда n равно единице, и когда никакого у нет вообще. Много маленьких отрядочек. Да. Нет, Андрюш, пожалуйста, я извиняюсь. Решение для многих не отличается от решения для одного. Поэтому, если вы сейчас расскажете решение для одного, то заодно у нас будет решение для многих. Пожалуйста. Смотрите, как это рассказывал из раннего сельского дельфана. Если вы возьмете книжку Лемона, сборник задач московских олимпиад, вот не нынешнее издание, а именно Лемона, которое было давным-давно напечатано, то там есть рассказ о лекции дельфанда для школьников. Лекция выглядела следующим образом. Он нам объяснял, что мы боксом пока с этими числами. Возьмем одно число. И что у нас есть? У нас есть 0, у нас есть числа x1, x2, нет, извините, 2x1, да? 2x1, 3x1, согласны? 4x1 и так далее. И у нас есть целые числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну и так далее, да? Там 8, 9. Так вот, дельфант объяснял. Что такое отличаться от целого числа меньше, чем на епсилон? Да очень просто. Это надо взять, здесь рассмотреть числа, я это говорю, ладно? Здесь рассмотреть числа 1 минус епсилон, 1 плюс епсилон. То есть, проще говоря, около каждого из чисел рассмотреть маленькую-маленькую канавку. И стройсолдат идет, надо доказать, что он обязательно вляпается. Согласны? Если каждый раз делается шаг на одно и то же число на x1, обязательно когда-нибудь они обязаны прямо в канавах. Как это можно нарисовать на окружности? Очень просто. Рисуете окружность длины 1. Дело в том, что у вас нет числа, а волнует только его дробная часть. Поэтому можно считать, что движение происходит по окружности длины 1. Понятно? Нет. И что у нас получается? У нас получается, что задача реально свелась вот почему. По окружности прыгает солдатик каждый раз, делая прыжок на одну и ту же величину. Доказать, что он рано или поздно вплюхается в канавку, сколько угодно маленького размера. Ну, какую канавку не возьми, обязательно рано или поздно. Вот, доказательство такое. Когда он делает один оборот, то, смотрите, у него либо вот этот кусочек, либо этот кусочек будет не больше, чем половина шага. Согласны? Смотрите, вот, если он прошел один оборот и перешел за, то на самом деле при следующем обороте он перейдет еще на столько же. При следующем он берет еще на столько же. И в результате он как бы пойдет по окружности, но с шагом меньшим, чем хорошо, ну, даже в два раза меньше. Вот, или, если у него просто вот это маленькое, это большое, то можно как бы считать, что он чуть-чуть не дошел, но меньше, чем на половину своего шага. И вот, и поэтому там следующий оборот он опять не дойдет настолько же. И поэтому каждый следующий оборот у него длина шага уменьшилась в два раза или больше. Понимаете? Вот, но это, извините, еще слишком сложно. Потому что на самом деле можно и без вот этих вот обсуждений обойтись. А можно было сделать очень просто. Берем от всех этих чисел дробные части. И все их отмечаем на отрезке 0,1. Ребята, это же очень просто. Все эти дробные части отмечаем на отрезке 0,1. Вот как-то. Вы понимаете, что можно дождаться момента, когда какие-то две окажутся ближе, чем на эпизод? А что это означает? Это означает, что КХ1 и НХ1 и ЛХ1, они имеют такой вид. Это целое число плюс какое-то там число А. И это тоже целое число плюс какое-то число Б. И при этом А и Б от 0 до 1 и отличаются меньше, чем на эпизод. Так? Так возьмите разности. Получится, что М-Л умножить на Х1 это целое число плюс А-Б. А-Б по модулю меньше эпизод. Это число целое. Мы получили с точностью то, что нужно. Договорились? Вопрос. Как делать для Н чисел? Ответ очень просто. Отрезок делите на много частей. После этого каждый раз записываете про каждую из величин, на каком отрезке она есть. Рано или поздно все записи в точности совпадут. Потому что записи имеется конечное число штук. Еще раз. Отрезок от 0 до 1 делим на кусочки, каждый меньше, чем эпизод. Для каждого натурального числа рассматриваем такую штуку. И про каждую из них указываем, в каком по номеру отрезке будет лежать тропная часть. Ну вот отрезок от 0 до 1 разбили на миллиард частей. После этого пишем. Вот это оказалось в 515-м, это оказалось в 900 тысяч таком, это оказалось в таком-то. От этих записей конечное число штук. Значит, если взять много натуральных чисел, рано или поздно повторится. Берем разность. Все? Да.